Партия в волейболе Бегать, нападать, защищает свои ворота Либера сразу заметна на площадке Они играют в форме другого цвета Либера отличаются от своих партнеров и ростом Они, как правило, не выше 190 сантиметров Относительно невысоким спортсменам проще сгруппироваться, чтобы принять удар На этой позиции играют Женя Гребенников, Валентин Голубев и Александр Янутов От Либера мяч получает связующий Он должен за доли секунды принять самое успешное решение для команды Связующий – это человек, который организует атаку Его второе касание всегда После приема он распределяет передачу На этой позиции играют чемпионы Лондонской Олимпиады Сергей Гранкин и Александр Будько Третьим касанием нападающий удар чаще всего наносит диагональный Главный добытчик очков в команде Это высокие и прыгучие спортсмены с сильным ударом Большую нагрузку ты несешь в атаке, забиваешь мячи и набираешь очки Мощный, сильный – это главное требование Сейчас на месте нападающего в сборной России блистает Максим Михайлов Удар встречает центральный блокирующий Его задача – остановить атаку Мы в основном двигаемся у сетки То есть мы смотрим за нападающими, за связкой, как он работает, за пасующим Чтобы быть блокирующим, надо быть высоким, в первую очередь В основном самые высокие люди в команде – это блокирующие центральные Они за два, от двух и до нет предела Есть мой рост 2-6 Высокие не участвуют в приеме Зато блокирующие участвуют в атаке первым темпом То есть связующий отдает пас, блокирующий в прыжке наносит удар И отправляет мяч над сеткой на сторону соперника Соперник не всегда успевает блокировать такую быструю атаку Самые известные блокирующие российское сборное последних лет – Иван Яковлев и Илья Скуркаев Игрок, который участвует практически во всех элементах в игре – доигровщик В классической схеме на площадке их двое Доигровщик – один из самых универсальных игроков Он выполняет каждую функцию на поляне Он, начиная от подачи, приема, доводка Иногда пасует, нападает, ставит блок В общем, делает по факту всю работу Доигровщикам часто приходится работать на сложных мячах Доигрывать атаку или вытаскивать мертвые мячи от крайних нападающих Доигровщиком был легендарный Сергей Тетюхин Будучи игроком этой позиции, он завоевал 4 олимпийские медали Золото, серебро и 2 бронзы Амплуа спортсменов определяется к 16-17 годам Многое здесь зависит от физических данных Прыгучести, силы удара, веса и роста Все игроки на площадке взаимозаменяемы Они должны уметь работать и в защите, и в нападении И отдавать точные передачи В случае экстренной ситуации в игре Например, центральный блокирующий может выполнить передачу и принять мяч А связующий произвести атакующий удар Правилами это не запрещено И делает игру еще красивее и динамичнее Когда игрок делает что-то не характерное для своего амплуа